Ну что? Топ худших фильмов с года с гадовым. Шода с гадовым или года с шадовым, не знаю. Поехали. 32 наиболее хуёвых фильма, которые мы смотрели. Они в наших рейтингах фильмов занимали последние места. Ну, последние, там, предпоследние и так далее. Поехали. Поднимаем занавес, играем. Ну, сейчас по уровню худшести оценивается. Какой фильм худший? Ну, конечно, Гентамо, блядь, хуже. Но это пиздец. Ну, блядь, Текен, по-моему, слишком посредственный. Он не очень плохой. Уличный боец хуже, мне кажется. Совсем кринж. Ну, блядь, Джанго не такой плохой фильм. Он просто в неудачный год попался там под конец. Акулий Торнадо, конечно. Бля, Патруль Времени мы смотрели? Блядь, ты чё? Ты чё? Эй, блядь, ты охуел, что ли? Ты чего? Ты чё? Какого хуя, блядь, Максим? Тебе доверять нельзя, понимаешь? Тебе нельзя доверять просто. Максим, блин. Патруль Времени, конечно. Как можно доверять тебе? Вообще охуевший просто человек, как я вижу, абсолютно. Отвратительный, злой человек. Так. Здесь оба неплохие фильмы. Два неплохих фильма. Спокойной ночи, мамочка. Стоп, а почему он здесь? А почему остров черепа здесь, кстати? Это точно они плохие? Тоже какой-то неудачный год, наверное. Ну, то есть, неудачный месяц был. Оба неплохих фильма, на самом деле, относительно. Ну, какой хуже? Я не знаю, ну, мамочка пусть будет. Ну, нормальный. Ну, давайте так. Аннигиляция с Натальей Портман просто очень скучная. Просто, ну, очень-очень-очень-очень скучная. Вот. Я бы не сказал, что это прям, ну, очень плохой фильм. Какой-то ужасный. Он просто очень медленный. Скучный. Неинтересный. Противостояние это то еще говно, честно говоря. Я Страну Призраков не помню. Значит, Пампкинг это явно, явно не запомнилось. Мортал Комбо 2, Годзилла. А, нет, это первый Мортал Комбот. Стоп, это первый Мортал Комбот? Или второй? Это второй Мортал Комбот. Да неважно, Годзилла все равно хуже. Годзилла по всем параметрам хуже. Сорян. Сорян, Максим. Ну, тут как бы... Тут как бы не рассматривается. Прости, прости, Максим, как бы, вот. А, Блэйзинг Сэрлс. Ну, среднячок. Просто среднячок. Он просто неудачный месяц был. Заром, ну вот. Это легенда. Я забыл, насколько он плох, возможно, да. Вселенная Марвел. Блядь, Флэш. Против Чужие, против Ниндзя. Я перезакажу МК-2. Ладненько, как-нибудь. А-а-а! Там, где в дракона, блядь. Да ладно, блядь. Хуйня, конечно, но... Ну, слушай, да... Там просто в конце все превратилось как раз в битву Гайдзю. Нет? По сути. Давайте честно. Флэш говно. Флэш хуйня полная. Чужие, против Ниндзя, постмодерн ебучий, короче. Смотреть можно. Флэш хуйня, потому что серьезным ебальником... Ну, Флэш. Флэш хуйня. Евангелион 3.0. Хотель. Финди 3. Блядь, давайте хотели просто уберем. Евангелион 3 пиздец полный. 3.0. Первый Евангелион и хорошо, но потом пошел полный посос. И я просто охуел смотреть эти двухчасовые, блядь, аниме ебаные вот эти вот конкретно про Евангелион. Хотя третий вроде бы не худший, наверное. Или там четвертый еще есть. Какой-то там не худший. Я уже не помню конкретно какой это из всех. Ну, блин. Токио, Хотель, Инферно. Ну, блядь, ладно. Допустим, оставим. А мы смотрели Якудзу, Лайка, Драгон? Продолжение следует. А-а-а-а! Я вспомнил! Я вспомнил, я вспомнил! Да-да-да, я вижу кадр из фильма. Да, я вспомнил этот кадр из фильма. Хорошо, хорошо, хорошо. Ух, блядь. Уже пиздец. Ну, я не особо помню, так что, ну, блядь... Короче. Человеческая многоножка — нормальный, более-менее фильм ужасов. Просто стремный. И он там не победил. Он в конец ушел за то, что были хорошие фильмы. Ракетир. Ну, просто хуйня. Винни-Пух тоже просто хуйня. На самом деле, это очень равные фильмы. Они не очень хуевые. Это не очень плохие фильмы. То есть, оба просто посредственные. Оба довольно посредственные, малоинтересные. Со своими проебами какими-то. Первое — это... Ну, давайте так. Винни-Пух — это троллинг. Это не троллинг. Берем не троллинг, короче. Ну, блядь, очевидно. Без комментариев, сорян. Биа-волк. Ха-ха-ха-ха-ха. Биа-волк. Во имя короля. История осады... Подземелья. Мы тоже смотрели, да? Блядь, у меня память, она удаляет фильмы дурацкие, которые просто вот в говно прям... Ага, ладно. Ну, Биа-волк. Это я еще что-то помню. Папа умер, Дед Мороз. Праймал Рейдж. А, это Увы Болл, окей. А-а-а, понял, вспомнил. Праймал Рейдж. Папа умер, Дед Мороз. Вот. Ну, Папа умер, Дед Мороз — это очень экспериментальный фильм, как по мне. Я не скажу, что он прям дико плохой. А Праймал Рейдж, я что-то даже... Блядь, сука, все эти однообразные фильмы с одинаковыми названиями... А, Бигфут с Луком, бля, пошел нахуй. Просто победа. Победа Бигфут с Луком — это сильно. Все, я вспомнил, я вспомнил. Да, это очевидно, лидер. Ну, блядь, противостояние — говно. Блядь, все. Теперь остался Кал. Так, ну у нас что тут есть? Флэш. Хуевый, хуевый фильм. Графически красивый, конечно. Но в остальном очень плохо все. Все максимально плохо. Противостояние, ну тоже такой себе фильм, честно говоря. Ну давайте Флэша. Флэш поновее. Могли бы и лучше снять. Возьму Евангелион, потому что Якудзу плохо помню. Не, ну уедьте с Луком, это пиздец. Это мог бы быть финал, наверное. Один из возможных финалов, кстати. Честно, фильмы очень похожи, неожиданно. То есть, по-моему, оба фильма, это просто Шаркнадо и Гентамо фильмы, это просто два кринж-фильма, сделанные специально, ну как бы специально для кринжа. Наверное. Это реально два кринж-фильма, которые сделаны для кринжа. И мне кажется, в Акулем Торнадо кринж эффективнее, лучше, красивее. Мне больше понравился кринж из Акулево Торнадо. Так что, наверное, Гентамо все-таки. Комната, Патруль Времени. Сейчас, я загуглю Патруль Времени. Вспомню кадры из фильма. Угу. Угу. Ага. Ааа. О, угу. 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 Ну, блядь, комната хуже, конечно. Блядь, без комментариев. Без комментариев, я думаю, очевидно. Здесь, кстати, ладно, нет. Нет, блядь, Биа Волк полная хуйня. Ракетир проебывает. Хотя в Ракетире тоже свои фишки хуевые есть, как бы, да. Фильм не очень сильный и скучный в целом. Бля, едь с луком, это перебор. Чебурашка побеждает Гентамо вообще без шансов. Ну, давайте, комната Вайсо. Ладно, Годзиллу я уберу. Максим, я уберу твоего Годзиллу. Хорошо, Годзиллы здесь не будет. Пусть будет Флэш. Флэш хуже. Техно-ведьмака. Комната против Флэша. А, бля, кстати, не иронично, не иронично. Фильм Флэш, он настолько плох, что единственное, что там круче, чем в The Room, это, соответственно, визуал. Все. Только визуал. Просто только визуал. Только визуал. А, точно, он же там сальтухи хуярил просто, да-да-да-да-да-да-да-да, в биоволке. Так вот. Флэш лучше The Room, только визуально. Да, сначала худший, потом лучший выбираем. Так вот. Вайсо легендарный. Это можно посмотреть и поржать, хотя это делается серьезным ебальником. По-хорошему, на самом деле, комната Вайсо хуже. Ну, если вот прям вот, да, потому что она и на серьезном ебале сделана, это не юмор. Хотя Флэш тоже на серьезном. Ну да, Максим, вырвеглазные 3D-модельки именно. Бля, Флэш хуёвый был. Прям очень хуёвый. Прям дико плохой. Я даже не знаю. Лучше Чебурашки, наверное. Ну, вот комната. Ну, его круто смотреть в состоянии кринжа Азбез. То есть, да, фильм действительно хорошо смотрится, чтобы покринжевать, но он снимался с очень крутым. Если критерием взять, чтобы пересмотрел, то Флэш тащит он хуже. Согласен. Комнату я бы пересмотрел без проблем. Она угарная, прикольная, но она не должна быть такой. Понимаете? Изначально-то планировалось, что это будет драма, а получилась комедия. То есть, сам Вайсо, скорее всего, снимал охуенную такую классную драму. Как ему казалось. А получилось что-то обратное. А во Флэше снимали боевик. Получилось говно. Да. То же самое. Ладно, давайте Флэша. Флэш говно, действительно. Хуже. Ну, блядь, Чебурашка, простите. Чебурашка доминирует. Черепашка сильно крот. Праймал Рэйдж против Черепашки. Чебурашки. Чебурашка хуйня, простите. Финал. Чебурашка против Флэша. Кто же? Кто же победит? Чебурашка против Флэша, ребят. Ну, блин, Максим, вы говорите как человек, который комиксы просто читал. Для человека, который комиксы не читал, я тоже читал, к сожалению. Для человека, который комиксы не читал, да, может быть не так очевидно, что говно. Вот, вот, понимаете, вот здесь вот на этом можно уже остановиться. То есть, многие люди, которые посмотрели Флэши и не читали Флэшпоинт сам по себе и не смотрели мультфильмы по Флэшпоинту, которые несопоставимо лучше этого говна. Вот, для таких людей, для таких людей, это, конечно, все, ну, как бы, может показаться даже чем-то приемлемым. Ну, Чебурашка хуёвый. Они тоже попытались сделать какой-то, типа, классный, юморной, прикольный фильм, фильмец, да, но они просрали все, еще и с моралью, так скажем. Но в итоге получился какой-то поток хуёвых шуток. Промочу говно и так далее. Классика. Классика русского кинематографа. Ну, блин, меня лично Флэш разочаровал. Да, это же мой личный топ, получается. Меня лично Флэш очень сильно разочаровал. Жалко, Человека-паука здесь, конечно, нет того, где там их три было. Тоби Магуайр и всякие. Может быть, мы бы еще и посравнивали. Но Флэш вроде бы очень-очень-очень плохой. Сейчас, давайте я даже загуглю. Флэш. Фильм. Просто Чебурашка у меня до сих пор перед глазами. Во снах мне снится. Я боюсь Черепашечью Чебурашку. Так, я помню, помню. Вот он тут бежит. Ага, ага, ага. Женщину Супермен вижу. Да, да, да. Да, второй Флэш. Ой, блядь, я помню эту хуйню. Да, я помню эту залупу. Ладно, есть говно, есть говно за сотни миллионов. Ну, да. Злой Бэтмен, там все дела. А не злой Бэтмен, просто Бэтмен. Ладно. Давайте, давайте Флэша трахнем. Реально плохой фильм, как, ну, человек, который читал комиксы. Я заявляю, что был первоисточник, который в сто раз лучше. Были мультфильмы и всякие другие интерпретации, которые были тоже в сто раз лучше. И после этого они реально за миллионы долларов выдали какое-то говно. Фантастика. Блядь, сейчас я посмотрю, и там Максим просто Final Fantasy на первое место выиграл. Я просто уверен. А, статистика. Чебурашка на первом месте, кстати. На втором месте Формула Вайсо. Считают люди. Флэш на третьем. Черного Дама со Скалой еще не смотрели. Винни-Пух на четвертом. Да ну. Это же угарно. Винни-Пух смешной. Тыквоголовый. На втором месте. Да ладно, не так уж и плохо. Вы что? Смертельная битва 2. Уничтожение. Блядь, тебе реально кажется забыл. Я кажется забыл. Истоки. Биоволк на седьмом. Ну, допустим. И вон где. О! Ха-ха-ха-ха! Годзилла. Ну, Папа умер, Дед Мороз. Что-то высоко забрался. Хотя это просто экспериментальное кино. Суки. Проклятые, как говорится. Якудза. Подобный дракону. Гентама. Ракетчик. Стрит-файтер. Какой самый лучший фильм из плохих? Давайте. О! Ну, Сверкающие Седла. Просто никто не помнит. И Замысел никто с нами, наверное, не смотрел. Скорее всего, вот эти фильмы просто мало кто с нами смотрел, ребят. Вот. Ну, неплохо. Чебурашка на первом месте, кстати. По общему мнению. По победам. 1-1. 2-1. 3-1. По очкам классический. 1-15. 2-11. 3-10. Окей. Ну, вот как-то вот так вот. Как-то вот так вот. Винни-Пух, кстати, реально странно. Винни-Пух реально странно на четвертое место забрался. По-моему, отличный. Кринж. Отличный кринж, соответственно. Бывает и хуже. Ладно, давайте дальше. Лучшие фильмы, ребят. Переходим к лучшим фильмам. Шет заценил. Вот это самый главный топ у нас сегодня. Поехали. Ну, Бэтмен возвращается. Отличный, конечно, хороший, замечательный фильм. Ему большой респект. Мне очень понравился. Мы как раз недавно пересматривали. Просто браво, 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 браво. Эквилибриум намного позиции умнее, серьезнее, тотальнее. Короче, Эквилибриум. Эквилибриум очень хороший фильм. Душа против Трис и Спартанцев. Очень разные произведения. Душа хороший мультик, пиксаровский. Вообще, мы редко смотрим пиксаровские мультики на стримах, к сожалению. Хотелось бы. Я люблю мультипликацию. Напоминаю, я бы с удовольствием пересмотрел всю мультипликацию, которая только в мире существует. Кроме аниме. Но аниме мы и так смотрим, как вы понимаете, да? То есть я не против того, чтобы мне заказывали мультики. Я очень люблю мультики хорошие, тем более. Там типа пиксаровских, Dreamwalk почти все работы хорошие, большие, респектую. Диснеевские работы, более-менее нормально к ним отношусь. Хотя Дисней, наверное, для меня чисто третье место занимает. Три Спартанцев смотрели? Давно. Я не знаю, что здесь выбрать на самом деле. Три Спартанцев, ну, он очень красивый снят фильм. То есть он, душа типа со смыслом, так скажем, со смыслом и при этом красиво. Хорошо нарисовано, да? А Три Спартанцев это как бы, ну, очень красивая, классная, месиловая, бессмыслая практически, но очень круто сделанная. Визуал прям очень хороший. То есть это, ну, то есть оба шикарных фильма на самом деле. Я, наверное, все-таки душу выберу. Ближе мне душа. Мертвый снег 2, типа крутые легавые. Ну, типа крутые легавые вроде бы в том же самом месяце первое место занял. Тут вообще без вопросов. Мертвый снег 2 отличный фильм по сравнению с тем, что было в первой части, да? То есть это тот случай, когда первая часть, потом вторая. Вторая превосходит первую. Такой фильм, когда есть первая часть, а потом вторая, да? Но при этом вторая, первая происходит. Такое часто, ну, такое иногда происходит. И это тот же самый случай. Да, это хороший фильм. Респект. Но, конечно, типа крутые легавые. Это прям дико угар. Мы смеялись. Будем мочить сортире. Было смешно, было классно. Ну, вы знаете, что я выберу. Дюна! Красиво! Хорошо! Классно снято! Ждем продолжения! Образовый самец это просто пиздец. Я смеялся, плакал. Это легендарный фильм. Зоулендер. И второй Зоулендер это прям, блядь, вах. Вах, как это круто! Зоулендер это топ. Конечно, Зоулендер. Сам Like It Rare. Отличный такой ужастик про людоедов. Респект. Респект. И очень классно. Тоже рекомендую всем посмотреть. Но Отель Гран-Будапешт шикарный. Очень шикарный, очень хороший, очень красивый фильм с кучей топовых актеров. Вообще класс. Респект. Понятно кто. В поисках приключений до свидания. Хороший фильм с Жан-Клотом Ван Дамом. Ван Дамом мой, наверное, любимый из детства и не из детства. Шагал Малевич. Отличный русский фильм. Очень хороший русский фильм. Классно снят. И со смыслом, так скажем. И красиво. И все хорошо. Вот. Респект. Ну, понятно. Kingsman. Начало. Хороший фильм. Просто хороший фильм. RRR. То же самое. Так, очень похожи они на самом деле во многих аспектах. Но RRR легендарный фильм. Просто легендарный. Нифига себе батлы. Нифига себе батлы. Король Лев против Песни моря. Песни моря красивая, классная. Тоже со смыслом. Красивая. Но, блядь, Король Лев это легенда. Король Лев побеждает просто потому, что, ну, это вообще титаническая какая-то тема. Вообще абсолютно. Абсолютно. Тот мультик, который я в детстве смотрел дофига. У-у-у-у. У-у-у-у. М-м-м. Это сложно. Кот в сапогах. Последнее желание. Неожиданно очень хороший мультик. Как и Человек-паутина. Человек-паук. Паутина вселенных. Кстати, мне кажется, Человек-паук паутина вселенных послабее вот той части, которая была до этого. Там тоже про паутину вселенных было, помните, да? Вот. Та часть была получше, а это уже что-то, блядь, смесь Рика и Морти там и всего остального. Выглядит тоже очень круто и неплохо и заняло высокое место у нас, в общем-то, в рейтинге. Потому что это хороший мультик. Да и там, в принципе, было безрыбье топового контента, по сути. Вот. Было такое безрыбье топового контента, что победил фильм какой? Какой? Там, где они телепортировались в прошлое постоянно. Вот. С Томом Крузом. Вот этот фильм победил. Хотя фильм тоже очень хороший, но мы за весь год смотрели куда больше очень хороших фильмов. То есть на безрыбье этот Человек-паук занял высокое место. Но Кот в сапогах, последнее желание, по-моему, прям вот, прям вот, блин, знаете, неожиданно топ. То есть от DreamWorks я вроде бы давно не видел ничего подобного. Здесь и рисовка своеобразная, интересная, немножко измененная. Ну и у Человека-паука-паутина вселенных тоже интересная рисовка. Но вообще сам сюжет, во-первых, он законченный. Человека-паука-паутина вселенных трудно сравнивать с Котом в сапогах, потому что во втором случае сюжет не закончен, там ебаный клиффхенгер в конце. То есть его нельзя оценивать отдельно от Кота в сапогах. Вот, нет, не видел Азбез. Хотя вроде бы видел, и там как раз все плохо вроде бы. Я даже его не запомнил. Этот Кот в сапогах хорош. Респект этому Коту в сапогах. В общем, он побеждает здесь. Тайна... Так, Перо Маркиза Десада, Тайна Келс. Давайте так. Так, по моим личным ощущениям, Перо Маркиза Десада. Интересное кино, но оно старое, и оно довольно скучное. Оно медленное, оно долго так проистекает. Ты его смотришь, 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 смотришь. Мне тяжело такое смотреть. Тайна Келс, заебись. То есть я люблю мультики. Этот мультик тоже очень хороший. Один из тех, которые я уважаю. Вот так вот берем. Подземелье и драконы и Визит. Секунду. Визит. Шумил он. Я не помню по названию. А-а-а-а-а-а! Где родаки оказались не родаками. Ага, 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 ага. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, это очень хороший фильм. Ну, типа, в конце, конечно, предсказуемо было, да, но в принципе, Визиту, Респект. Ну, здесь вообще все фильмы. Всем фильмам здесь Респект, короче. Эти фильмы я сам в топ включал. Всем фильмам по дефолту Респект, как вы понимаете, да? Блин, вы сейчас, наверное, охуеете, но Подземелье и драконы, наверное, я выберу. Неожиданно крутая экранизация ДНД. Хороший, красивый блокбастер своего времени. Справа хороший ужастик, такой вот, такой вот ужастик, да, справа. Слева отличный, собственно, отличный блокбастер. Прям вот очень, вот такие блокбастеры я бы хотел смотреть, так скажем. Если бы Голливуд каждый год поставлял блокбастеры такого качества, там, и по уровню юмора, и некоторые оригинальности, да, разные сеттинги бы выбирал. Не просто хуярил бы одни и те же фильмы, вот. А, ну я просто оговорился Азбест, у меня тоже справа. Так вот. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Я бы хотел смотреть именно такие блокбастеры, чтобы там, ну, и только юмора неплохая, да, что персонажи... Не то, чтобы, знаете, каких-то старых персонажей неожиданно приходилось делать такими, блядь, смешными. Не чтобы, блядь, Бэтмен шутки, блядь, откалывал. Потому что Бэтмен большой брутальный мужик, такой вот, блядь, ну это правда не... ну вы поняли, да? Такой вот, блядь, огромный мужик, мускулистый, который всех вокруг пиздит и почти не шутит. Да, не чтобы он там астральные шутки откалывал, да, чтобы специальный персонаж, например, был, который этими шутками занимается. Вот как главный герой этого произведения. То есть немножко другое все. Поэтому, поэтому вот. Мне понравились «Поземелья и драконы», уважаю. Бэтмен, легендарный фильм, респект Бэтмену, так скажем. Бэтмен это годнота, голый пистолет, я ржал до слез, я смеялся, я плакал, я орал в голос, голый пистолет, да. «Живая мертвечина» против «Индиана Джонс». Ну, блядь, «Индиана», сорян. «Индиана Джонс» отличная серия фильмов, респект, топ-класс, «Живая мертвечина» — это легенда, это прям вообще охуенно удивляет и круто. Ну, понятное дело, что «Грань будущего» здесь, другие. Вроде бы в этом же месяце были и другие, и «Грань будущего», и «Грань будущего» заняла первое место. Другие поскучнее, «Грань будущего» и подинамичнее. Хороший фильм «Грань будущего», другие, ну, тоже хороший фильм. Вряд ли кто-то из них победит здесь, но «Грань будущего» здесь лучше. Так, «Дракула», «Брэма» Стокера. Это невероятно красивый фильм. Так, дайте я вспомню, что за фильм «Грусть», я уже не помню, что за фильм «Грусть», и почему он так много у нас получил. Не подтасовал ли, Максим, результаты? А-а-а, это охуенный зомби-апокалипсис от корейцев. Ну, давайте так. Корейцам мое почтение, корейцы молодцы, корейцы очень хорошо снимают зомби-апокалипсисы, и не только вообще. Корейский кинематограф, ну, имеет множество образцов, очень крутых произведений, очень крутых фильмов, конечно. Но с «Дракулой» и «Брэма» Стокера это, конечно, не сравнится. Вот, «Дракула» — шедевр. «Дракула» — мертвый и довольный. Слушайте, давайте жмурки. Давайте просто договоримся. У нас уже есть один фильм с Лесси Нильсоном, причем более легендарный, чем этот «Дракула», более смешной. Давайте этого «Дракулу» нахуй пошлем. Он смешной и угарный, но жмурки давайте продвинем дальше, чтобы у нас какое-то разнообразие было. Чисто вот по такому критерию. Вот. А мне кажется, они почти одинаковые. И там смешно, и там смешно, и здесь круто, и там круто. Просто вот я бы не хотел, чтобы у нас все было в Лесси Нильсоне. С наступающим Новым Годом, Сашок. Оставайся таким же кринжевым петушком. Охуйно. Так. Спасибо за 100 рублей. Так. Ну что, жмурки, я думаю. Я просто выберу жмурки. Хотя у нас там, наверное, история рыцаря. Блин, все равно включил своих бобров. Все равно бобров включил. Бобры отличная. Крутая, клевая, классная комедия-ужастик про бобров. Респект снявшим. История рыцаря. История рыцаря отличный фильм. Целостный, полноценный, крутой. Индианы Джонсы идут нахуй, к сожалению. Ничего не могу с этим поделать. Индианы Джонсы хорошие фильмы. Но в целом они скучноватые, грустноватые, печальные во многом даже. То есть это не то, что я бы хотел. Ну то есть не то, чтобы я хотел пересматривать, например. Вот автостопом по галактике, да. Какое? Балл вампиров? О-о-о-о, жажда! Блин! Балл вампиров по-лански против жажды. Оба крутые фильма. Два крутых фильма про вампиров. Два очень-очень крутые фильма. Прям легендарно крутые фильмы. Оба фильма очень классные. Блин, Азбез, точно. Жажда. Жажда очень красивый фильм. Он позже вышел, соответственно, да. Позже снят. Это пример охуенного корейского кинематографа. Жалко Поланский. Поланский крут. Вообще тоже не вопрос, да. То есть тоже респект большой, гигантский. Но мне здесь жажда больше нравится. Более как-то живо, эмоционально. То есть если балл вампиров больше как-то комедийно даже, да, и юмористически, то жажда это, ну, блядь, это сильно. Это реально сильно. Жажду беру. Мне очень понравился фильм. Да, это же эта маска. Извратная маска. Блин. Мы после того, как... Мы рейтинг создали в этом месяце, когда мы смотрели «Извратную маску». Доктор Стрэнджелов. Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу. Ну, второй фильм легендарный. И всем смотреть. Извратная маска на любителя, конечно. Но я любитель. Вспомнить все. Невероятные приключения Билла и Теда. Легендарный фильм оба. Я даже не знаю. Я, честно, даже не знаю. Сложно. Блин. Я не знаю. Оба хорошие. Оба классные. Оба замечательные. Офигенные фильмы. Мне оба нравятся. Прям вот почти одинаково даже, наверное. Я не знаю, как их там распределял в топах раньше. Так, давайте загуглим. Невероятные приключения Билла и Теда. Да, помню этот мем. Так, и теперь вспомнить все. 90-й год. Да, точно. Да, 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 да. Это я помню. Давайте вспомним все. Горе-творец против образцовый самец 2. Горе-творец образцовый самец 2. Горе-творец образцовый самец 2. Давайте, у нас есть один образцовый самец, есть Горе-творец. Горе-творец лучше. Очевидно, очень хороший фильм. Вот. Так. Mortal Kombat 1 и последний киногерой. Ну, Mortal Kombat 1 неплохой фильм. Хороший, легендарный, классный. Но последний киногерой мне больше нравится, честно говоря. Час-пик, Реквим по мечте. Час-пик, Реквим по мечте. Час-пик, Реквим по мечте. Ну, Реквим по мечте лучше. Целостнее, сюжетнее, красивее, наверное. Час-пик. Хороший боевик, комедия, класс. Респект, но Реквим по мечте. Страна Оз. А, Ночь страха. Слушайте, Страна Оз интересный фильм. Все. Позитивно отношусь, но Ночь страха лучше. Намного. Ну, более интересный фильм. Maholand Drive без вины виноватый. Давайте по принципу тому же самому. Давайте сохранять уникальность топа. У нас есть один Лесс и Нильсон. Давайте, собственно, Maholand Drive оставим. Каролина отличный мультик. Диктатор. Блядь, я люблю Барона Коэна. Вообще тут как бы без шансов. Ренфил против славных парней. Так там не просто депрессия. Это хороший, хорошо сделанный, классный фильм, который, соответственно, ну, лучше скроен, там лучше персонажа прописан. Все такое. Снят куда лучше тоже. То есть тут такое, понимаете, Азбез? На самом деле, «Лекомен по мечте» очень хороший фильм. Тут как бы вот по всем параметрам он очень хорош. Я, конечно, больше склоняюсь к сюжету, нарративу и неким таким образом, который фильм складывает. Да, вот при оценке фильма скорее к этому склоняюсь. То есть для меня чистый визуал для меня скорее просто минус. Если там просто красиво, но без сюжета, смысла и всего остального. Вот. Там просто все есть как бы. Там все отлично. Ренфил, славные парни. Оба офигенные фильмы, честно говоря. Я даже не знаю, какой лучше. Я не знаю. Я не помню. Славные парни. Да, отличный фильм. Ренфил. Давайте Ренфил, да. У нас много про вампиров. Я люблю вампиров. Сквозь снег. А, ну, блядь, слушайте, «Love and Death» один из моих любимейших фильмов. Это он победит, не победит, не знаю. Сквозь снег хороший просто фильм. Хороший фильм, отличный, можно смотреть. Особое мнение. Хранители. За особое мнение и респект заказали. Он поднял. Ну, он на высоком месте у нас оказался, потому что фильм действительно хороший, интересный. Но Хранители топ. Тем более мы слили три со спартанцев. Давайте Хранителей точно здесь берем. Как иначе. Блядь. Блядь. Тяжело. Тяжело-тяжело-тяжело-тяжело-тяжело-тяжело-тяжело. Блин. Поцелуй вампира, он очень долго разгоняется. То есть в начале он начинается как что-то скучное довольно-таки. Вот. Как что-то скучное довольно-таки. Вот. А потом, ну, собственно, он это разгоняется только и становится угарно очень. Солдаты неудачи, он почти сразу угарный. Наверное, солдаты неудачи. Поцелуй вампира очень крутой. Но солдаты неудачи пусть будет. Кинг-Конг. Респект. Хороший фильм. Черный лебедь доминирует на все сто процентов. Наверное, один, блин, из лучших фильмов, которые мы смотрели. Прям, да, окей. И тут, опять же, да, вот они, крутые фильмы. Черный лебедь, отличный фильм. Респект. Клево. Портман. Винцент Кассель. Все отлично. Все классно. Все очень красиво. Но жажда, короче. Прям реально. Ну, не знаю. Мне кажется, жажда лучше. Ну, во-первых, потому что фэнтези больше слева. И вампиры, и фэнтези. И все такое. То есть то, что мне нравится здесь больше. Я не то, что люблю вампиров самих по себе. Ну, вы понимаете, да? Справа фильм про балерину. Очень хорошо. Сняты. Отличный сюжет. Отличные персонажи. Но слева фильм точно такой же по качеству, на мой взгляд. И снят охуенно. И персонажи хорошо прописаны. И все это круто выглядит. Вот. Но одновременно с этим там еще элементы фантазии, фантастики есть. Очень большие, серьезные. То есть если справа очень много визуала. Идеального, хорошего. То слева и визуал, и идея, и смысл, и сюжет. И все вместе взятое. Жажда. Очень хороший фильм. Дракула. Дракула очень красиво. Блядь, все, вампиры побеждают. Отель Гранд Будапешт. Ладно, давайте нахуй. Нахуй изратную маску. Можно долго выебываться с изратной маской и говорить, что это лучший фильм. Отель Гранд Будапешт здесь побеждает. Тем более, по какой-то причине у нас, собственно, работа этого режиссера здесь почему-то только одна попалась. Вуди Аллен против Короля Льва. Ну, конечно, Вуди Аллен. Love and Death, это гениально. Образцовый самец. Образцовый самец. Типа крутые легавые, хороший фильм, но Образцовый самец, ну, это более угарный фильм, на мой взгляд. Ренфилл, сорян. Ренфилл, хороший фильм про вампиров, но Тайна Келс, тем более так, вампиров сильно много. Последний киногерой. Отличный легендарный фильм. Жалко, что он уходит, потому что против него, ну, собственно, РРР. Атлет-легенда, претендент на победу, наверное. Душа, Рэккем по мечте. Ну, Рэккем по мечте. Рэккем по мечте, хороший, целостный, классный фильм. Ну, живая мертвящина против голого пистолета. Лесси Нильсон, сорян, как говорится. Удачи. Я не знаю, мне больше живая мертвящина понравилась и запомнилась, там более красиво, более хорошо, более классно. Очередь почти нулевая, донайте на контент, если хотите. Скоро будет, после этого, вот после вот этого вот. Живая мертвящина, класс. Все девушки в его вкусе. Ночь страха. Солдаты неудачи. Ну, Ночь страха, очень хороший фильм ужасов про вампира. Очень хороший на фоне того, что мы обычно смотрели. Про вампиров и не только. Вот. Солдаты неудачи. А вот, они сражались за Оскар. Ну, лучше. Великая комедия, очень крутая. Хит Леджер. История рыцаря. Он вам устроит рок-н-ролл против Эквилибриума. Бля, жалко История рыцаря, Эквилибриум лучше. Ну, живая мертвящина, очень хороший. Не иронично, прям, годнота. А Эквилибриум, ну, здесь, здесь, в данном, в данном случае лучше. История рыцаря более сложный, более, там, смысленный фильм, там, да, более серьезный. История рыцаря полегче. Очень хороший, хорошо слаженный, скроенный фильм с комедийными элементами. То есть, красиво снят, все хорошо, Эквилибриум лучше. Малхолланд Драйв против Грани Будущего. Грани Будущего, респект, очень крутой фильм, вообще без вопросов. Мое большое уважение, собственно, Грани Будущего. Малхолланд Драйв, ну, легенда. Ну, жмурки, сорян. Ну, кот в сапогах лучше, сорян. Бля, жалко барона Коэна, мы пропустим. Попустим сейчас, Шагал Малевич лучше. Мне не раньше понравился фильм Шагал Малевич. Очень сильно понравился, неожиданно. Я прям вот заценил. Диктатор, угарнейшая комедия, угарнейшая комедия. Но я не знаю. По ощущениям, я вот Шагал Малевича я больше заценил. Мне прям как-то даже близко это показалось. Горе Творец, Хранители. Бля, сорян, Хранители. Хранители отличный фильм, но три часа перебор. Горе Творец, легенда. Прям вот угарно, смешно и круто. Максим Царян, Отель Гран-Будапешт. Для меня очевидно. Живая Мертвичина старый, конечно, фильм, но очень хороший. Там спецэффекты классные. Сюжет неплохой. Я бы не сказал, что он гениальный, но неплохой. Персонажи прописаны значительно хуже, чем в Отеле Гран-Будапешт. Сюжетная составляющая тоже, конечно, хуже, чем в Отеле Гран-Будапешт. Живая Мертвичина, она хорошая, классная, угарная, прикольная. Но Отель Гран-Будапешт более какое-то, что ли, мощное, сильное и одновременно серьезное кино. Ну, с какой-то идеей, да, что ли. И визуалом. Тоже шикарным. Отель Гран-Будапешт. А вот и столкнулись они. Одна из самых ебанутых комедий, которые мы видели, Золендер и Дракула. Сошлись. Сошлись два бойца. Сошлись два бойца, реально. Серьезных. Потому что Дракула, вот это вот слева, это нечто. Я, честно говоря, не ожидал, что фильм того года будет так красив, так крут, так замечательный. Он очень крутой. Он нереально крутой. Приветствую, GLL. Блин. Сидеть здесь у меня. Планы. Так вот. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Блин. Ну, это выбор между серьезным кино и несерьезным кино. Образцовый самец это просто бесконечный троллинг. Очень хороший. Блин, ладно, давайте так. Дракула. 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 Это более серьезный, более целостный, сюжетно скроенный фильм с охуенными персонажами. Блядь. Ну, если посмотреть комплексно, сложно, так максимально напрячься. Да. Ну, в Дракуле можно максимальнее напрячься. Образцовый самец. Ты посидел, поржал. Было круто. Очень круто. Но Дракула. Дракула. Ладно, Дракула. Дракула. Куда более круто. Блядь. Кот, прощай. Сложно, ребят, сложно. Две комедии. Блин, если бы мы не пересматривали «Любовь и смерть» в этом году, может быть, я бы вообще бескомпрометовал. Он бы не попал в этот тест, конечно, но если бы вдруг мы не пересматривали этот фильм в этом году, и он попал бы в этот тест, ну, я помню, когда я впервые его смотрел, я просто угорал над каждой шуткой. Ну, вот, как бы, вот такие отсылки на русскую культуру мне очень сильно нравятся. В исполнении Вуди Алина это почти всегда очень смешно. Это было классно. Это было реально очень классно, и это был очень большой респект, как бы. Но «Горе творец-то» тоже классный. «Горе творец» крутой. Тут как ни крути. «Ой, как же сложно. Как же сложно. Да. Так. Бля, нет, ну, это нереально. Все, пошли тяжелые выборы. Очень тяжелые. Ну, они уже и так пошли. Я не знаю. Я не знаю, честно. Давайте «Горе творец». Я просто не знаю. Я сегодня склоняюсь к такому фильму, хотя Вуди Алина мне очень нравится. Я огромное количество фильмов из его фильмографии посмотрел в свое время. Из-за этого фильма. Впервые в жизни, впервые, впервые за всю мою историю я посмотрел, ну, я скачал все фильмы Вуди Алина, какого-то, все фильмы какого-то режиссера и последовательно их отсматривал. Я, может быть, даже не все до конца досмотрел, но, я кажется, вообще почти все. Я скачал полную фильмографию Вуди Алина в свое время. Я даже, блин, не знаю. Кроме последних фильмов. Раньше никогда не донатил тебе, хоть и смотрю довольно давно. Спасибо. Глянь видос по топовому слэшеру. С Новым Годом, братиш. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо. Видос по топовому слэшеру. Сейчас посмотрим, что это там. Но после... А, это уже по-боевичок. Профессиональный клоун. Знаете, мы... Окей. Спасибо. Обязательно посмотрим. Сейчас после теста. Вот. Горе творец Вуди Алин. Любовь и смерть. Горе творец. Ладно, все. Просто рандом. Просто рандом. Жажда. Бесспорно. Эквилибриум очень хороший фильм. Легенда. Топ. Респект. Но Шагал Малевич это, наверное, один из немногих фильмов, который реально меня эмоционально задел. То есть в Шагале Малевича я как бы... Ну, как бы... Меня прям тронуло. Меня редко трогает. Я почти без эмоционального фильма смотрю. Да? Как бы меня вот редко вот прям за что-то трогает. Шагал Малевич прям вот тронул. Прям редко такое бывает. Это поэтому респект. Молхолон Драйв. Реквим по мечте. Молхолон Драйв. Легенда. Круто. Забавно. Ну, по-моему, забавно. Наоборот. Наоборот, как бы даже не забавно. Довольно серьезно. Интересно. Отличная игра актеров. Спасибо, Владимир. Ну, легендарный фильм тоже. Молхолон Драйв. Но здесь я, наверное, все-таки выберу Реквим по мечте. Он мне больше понравился. Он более динамичный. При всех прочих плюсах, которые у фильмов, ну, у этих двух, они похожи на самом деле, да? То есть и съемка и там, и там хорошая. Актеры их круто и хорошо играют. И вообще сюжет хорошо сложен, скроен, интересно. И там, и там интересно за этим наблюдать. Реквим по мечте все же от него оторваться сложнее. От Молхолон Драйв от него можно оторваться, потому что, ну, Линч, особенно старый Линч, снимал довольно медленно. Довольно сложно. Довольно вот так вот. И сейчас сложно снимал, да? То есть, Твин Пикс третий сезон тоже сложно, но динамичнее. Поэтому мне нравится третий сезон Твин Пикс. Вот. А Молхолон Драйв, он все еще тот самый Линч, который снимал медленно. Тот, тот самый Линч, который снимал медленно. Мне тоже нравилось. Спасибо большое, Лизард, с Новым Годом. Но Реквим по мечте, но Реквим по мечте прям вот, вот, вот. Меня очень поразил, хороший фильм. Солдаты неудачи, вспомните. Вспомните, все, конечно, круто. Солдаты неудачи. Все-таки кто-то, что-то должно пройти. О, все, одна четвертая пошла. Одна четвертая, ребята, это трудно. Это сразу же трудно, одна четвертая. Не, в принципе, я вижу многие слабые моменты в фильме «Шагал Малевич». Визуал намного слабее, чем «Жашни», например. Но мне, как человеку, который творчеством занимается, мне, как человеку, который занимается творчеством, «Шагал Малевич» ближе. «Жажда» — шикарный фильм, красивый, хорошо прописанный, классно сделанный. Я не знаю, блин, сложно, сложно выбирать хорошие фильмы. Почти по всем критериям «Жажда» лучше. Но «Шагал Малевич» мне очень нравится. Давайте так, да, по моим. Спасибо, Лизард. Спасибо. Шадов и подписчики. С Новым годом. Ура. А я вам новым свой зимний клип послушать принес. Спасибо. Сейчас закончим с этим контентом. Спасибо большое. Спасибо большое по там двойной очереди, тройной, четверной. Спасибо большое, Лизард. Респект. Сейчас мы, да, это, досмотрим. Давайте так, да, вот. Душа, сердце у меня за «Шагала Малевича», а разум за «Жажду». Я отдаю преимущество «Жажде». Оба гениальные фильмы. Куда он шагал? Так вот, тоже легендарные, сильные, мощнейшие. Все-таки «Дракула». «Дракула» — это большое, серьезное, сильное кино, на мой взгляд. Неожиданно серьезное и неожиданно крутое для фильма про вампиров. В «Рэккемпомещении» тоже серьезное, хорошее, классное кино. Но мне, честно говоря, меня просто даже удивляет, как, как получается, получилось так, что они сняли такой крутой фильм вот в те годы. Вот так вот, да, вот так вот это сделаем. Очень мало фильмов такого уровня. Ладно, «РРР». Здесь «РРР». Здесь «РРР». Окей, не вопрос. «Отель Гранд Будапешт» — отличный фильм, крутой, классный, большой респект. Жалко, что других фильмов этого режиссера не было. Веса Андерса здесь не хватает, честно говоря. Очень хотелось бы, чтобы больше фильмов его здесь было, потому что у меня есть у него более любимые фильмы, чем «Отель Гранд Будапешт», на самом деле. Вот. Не знаю, почему именно он здесь оказался, но, видимо, мы его здесь смотрели только. Окей. «Отель Гранд Будапешт» — легенда, круто, замечательно. «Горе Творец» — я плакал, короче, я плакал. «Горе Творец» — хорош. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Два фильма про вампиров. «Жажда против Дракула». В каком-то смысле «Дракула» — более наивный фильм, чем «Жажда». «Дракула» — хорошо скроенная история, очень красиво снято. Актеры — тоже мое почтение, соответственно. Ну, в «Жажде» тоже и снятый, и то-то тоже мое почтение. Но «Дракула» более наивный все-таки. Но это какое время, с другой стороны, да? Если мы смотрим в прошлое, если мы просмотрим в прошлое, ну, блин, можно простить наивность для того времени. Можно. Можно. Конечно, можно простить наивность. Почему бы и не простить наивность? Нужно простить наивность в данном случае, я считаю. Вопрос тогда в том, а какой фильм лучше-то? Какой фильм лучше? В каком смысле лучше? Тут четыре топовых фильма осталось. Четыре топовых фильма. Оба про вампиров. Этот «Дракула» ну прям легендарен. Ну, прям легендарен, да? Прям вообще легендарен. «Жажда» я думаю, многие этот фильм даже и не видели из вас. Если вы с нами не смотрели. Но я рекомендую его посмотреть. Это очень интересная переинтерпретация темы с вампирами. Это хороший, очень хороший. Это отличный, это шикарный корейский фильм. Я рекомендую, соответственно. Это реально очень сильно. И тот факт, что я вообще думаю, в принципе, кого выбрать, это уже говорит очень сильно в пользу жажды. Потому что это фильм про вампиров, который вышел после вот этого «Дракула» вообще-то. Намного позже. Намного после. Понимаете? Сложно. Это очень сложно. Выбирать лучшие фильмы дико сложно. Я бы на самом деле, знаете, что бы сказал? Где-то вот на этом бы этапе я бы просто мог бы остановиться и сказать, что все, ребята. Нету. Нету лучших фильмов здесь. Здесь нету лучших фильмов. Есть только равные, равные между собой, гениальные, прекрасные, замечательные фильмы. Понимаете? Вот здесь только лучшие, прекрасные, замечательные фильмы остались. Включая там «Отель Гранд Будапешт», кстати. Это вот хорошие те фильмы, которые я рекомендую посмотреть обязательно. Выставлять рейтинги с определенного момента и говорить, какой фильм лучше, какой хуже. Я бы просто даже, в принципе, не стал. Там, не знаю, место так. Практически раунда со второго даже, наверное. Вот. Но чисто вот так вот, субъективно. С учетом времени, конечно. С учетом времени надо не просто так сказать. О, «Жажда круче», снята намного лучше. Эти старые пердуны, которые снимали «Дракулу», снимали намного хуже, потому что у них технологий не было тех, которые, понимаете, были у людей, которые снимали «Жажду». И сюжет в «Жажде» менее наивный, что тоже плюс. Но это скорее веяние времени. Потому что, ну опять же, да, когда-то в прошлом можно было снимать охуенные фильмы, которые будут вас удивлять. Да, вот у вас есть аудитория, и вас будут фильмами этими удивлять. Потому что тогда для тех людей, которые смотрели это, это не было так наивно, это не было так просто. Это сейчас хороший режиссер, хороший автор, хороший сценарист вынужден изъебываться. Вы же вынуждены изъебываться, чтобы удивить. Потому что тогда люди тоже удивляли, и сейчас должны удивлять. Многие просто берут этого «Дракулу» и повторяют некоторые моменты, элементы, эстетику, и вот вам как бы, вот вам фильм про вампиров, держите. Да, кто-то меньше изъебывается. В «Жажде» очень сильно как-то это все пересмотрено и очень интересно. То есть, если серьезно, на мой взгляд, это фильмы равные с учетом времени. То есть, если мы не будем ссылаться на то, что «Дракула» вышел раньше, там съемка похуже, там куча элементов похуже, фильмец понаивнее, значит, «Жажда» лучше. Да, вот мы не будем так тупо судить, мы судим фильмы с учетом времени, очевидно. И все равно тяжело. Все равно тяжело. Реально, «Жажда» ну очень, 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 очень. Прям очень, очень, очень хорош. Почему не надо делать поблажек? Азбест, понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Тут нюанс-то как бы заключается в том, что это вот с высоты нашего времени, вот, ну, Пушкина я не делаю поблажек относительно людей, которые с ним в свое время существовали. На мой взгляд, Пушкин посредственный поэт, даже среди тех, кто были там в России в то время. И тем более в мире. То есть, Пушкин посредственный поэт среди мировой поэзии своего времени и посредственный поэт среди русских поэтов даже. Я бы того же Державина выделил на фоне, да, чтобы вот кто круче Пушкина в его время, Державину круче. Почти кто угодно круче Пушкина, на мой взгляд. Вот. Ну, либо, либо равен ему, как минимум. А он у нас на первом месте. Так, Азбест, я не делаю поблажек Пушкину. Я и говорю, что Пушкин не крут для той поэзии. Если бы он писал так, как писал вот тогда и сейчас, это вообще было бы ноль баллов, как бы. То есть, это просто очевидно. Это как бы стихи точка ру пошел вон отсюда. Черт, ебучий, как бы. Типа, ну, ну, это можно сказать про любого поэта прошлого. Нельзя писать так, как писали раньше и сейчас, потому что мы не будем удивлять, мы не будем создавать нового, мы не будем как-то зрителей завлекать, понимаете? А тут и Дракуле получилось новое создать, и Жажде получилось новое создать. Тут и то, и другое очень сильные фильмы. Эстетичные, и красивые, и хорошо снятые для своего времени по тому уровню технологий, который был в то или иное время. Это очень хорошие фильмы. Мне грустно, мне грустно выкидывать один какой-то из них. Я, честно говоря, считаю, что они равны. Я бы, наверное, действительно сделал некоторую поблажку на классику в том плане, что, ну, что было раньше, то во многом и лучше. В том плане, что лучше, в смысле, больше надо было придумывать, буквально создавать эстетику. Максим, с Новым годом, поздравляю! Вот. Приходилось в большей степени создавать эстетику, а Жажда часть этой эстетики переняла автоматически. Да, Дракула не первосоздатель этой эстетики. Были фильмы по типу Носферату и всего такого, да? То есть Дракула тоже не с нуля здесь начинал, по сути, получается. И не так уж, ну, много что придумал. Много чего там придумано. Тут очень сложно проводить такой анализ, и тем более рассуждать, о какой из фильмов лучше. Потому что оба фильма серьезные, оба фильма с идеей, оба фильма красиво сняты, безусловно. Блин, я просто не знаю. Давайте я выберу Дракулу чисто вот из-за того, что он старый. Это легендарный, крутой, классный фильм. Вот чуть-чуть перевешивает именно то, что... Именно первенство. Знак первенства перевешивает. Носферату? Не помню. Блядь, неужели РРР победит? Ну, нет, азвест, вы хуйню несете, честно говоря. Старая всегда хуже нового. Ну... Это бред. Даже по той же операторской работе это не всегда так. Есть старые фильмы, в которых люди как бы... Вот прям вот вообще дико изъебывались для того, чтобы круто снимать с теми технологиями, которые у них были. А в современности бывают такие примеры, когда люди с новыми технологиями не справляются и не могут сделать лучше. То есть есть такие случаи, когда люди буквально руками проводят операторскую работу лучше, чем это делается с помощью новых технологий. Понимаете, в чем дело, азвест? Тут такое. Тут надо рассматривать по очень разным параметрам. Более того, в новом очень редко сюжет бывает лучше. Ну, хотя, опять же, надо... Надо смотреть, наверное, весь пласт кинофильмов, которые были раньше и сегодня. Наверное, раньше тоже было много посредственного говна неинтересного по сюжету. Просто мы сейчас видим более-менее нормальные образцы. Адекватные. Это и легендарные фильмы. Я не хочу выбирать. Я отказываюсь. Я отказываюсь выбирать между этими фильмами. Я отказываюсь выбирать между этими двумя фильмами. Все, серьезно. Я ухожу. Я ухожу. Я не могу. Это невозможно. Горе-творец легендарно. Серьезно. Это просто легендарно. Вот, блин. Я не знаю. Какой фильм более сложный? РРР. Ну, сложный в смысле там больше всего происходит, больше событий. Но он при этом странный. Там есть какие-то проебские сцены. Хотя некоторые эти сцены, которые вроде бы можно принять за проебские, они просто легендарные, угарные и так далее. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Сложно. Горе-творец. Очень хорошая драма. РРР более оригинальный? Хрен его знает, Илья. Снять фильм по неудачной, неудавшейся комнате Вайсо, которая чисто замемилась, как пример хуёвого кино, над которым все вокруг смеются. Снять охуенный смешной видос, охуенный смешной фильм про это. Классный, хороший, качественный смешной фильм с переживаниями, и не только со смехуёчками, но и с переживаниями, с некоторой трагедией и так далее, так далее, так далее. И сделать из этого ещё одновременно один из лучших фильмов вообще своего года выхода, это тоже много чего стоит, на мой взгляд. РРР, это, конечно, хороший, интересный боевик, такой, знаете, колоссальный. Индийская культура, борьба. Да, это про Томми. Про Томми Вайсо, да. Блин, это сложно. Я не могу. Я не могу выбирать. Серьёзно, я не могу выбирать, ребят. Я не могу выбирать между этими фильмами всеми. Всё, ну как бы... Тут мы определённый порог прошли. Мы с одной восьмой точно прошли тот порог, где можно было вообще адекватно выбирать. А сейчас вообще невозможно. Ну, РРРР, легенда. Всё же... Блядь, и горе-творец легендарно. Ну, блин, я не хочу выбирать. Я отказываюсь выбирать. Я не хочу. Я ухожу. Я ухожу со стрима. Меня больше здесь не будет. Я отказываюсь выбирать. Блин. Блин. Ну, блин. Ладно. Чисто из-за того, что я интернационал. Из-за того, что я интернационал. Я за все. Я против англосаксов, да. Я за мировую культуру. Я за разнообразие. Чисто по этому критерию выбираем РРР, блин. Просто потому, что за индийскую легенду, да. Чтобы были индусы и европейцы представлены. Чисто вот. Чисто вот. Потому, что это вы расисты. Выбираете все европейское. Мы вот за Индию топим. НАТО 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 НАТО. Блядь. Или как там оно? НАЧО? НАЧО НАЧО НАЧО? Или как оно? НАТО? Ладно, не важно. ДИКО ТАЖИЛО. Да ДИКО ТАЖИЛО. Я не знаю. Я просто не знаю. Давайте так. Дракулу я смотрел с охуением. Это было круто. А РРР я и смеялся. И веселился. И было классно. И все три часа. Движ какой-то охуенный. И там почти все удивляло. Уровень странности зашкаливал. Почти в каждом кадре. Я не знаю. Я не знаю. Это хорошие. Оба хороших фильма. Блин. Ну че, серьезно? РРР победит? Серьезно? РРР победит? Я не могу этого представить. С другой стороны, Дракула, что ли, победит. Мы че? Ладно, все, похуй. Я не могу. Я не могу. Перейти к результатам. РРР победил. Пусть будет так. Да будет так! Зовем Деда Мороза. Статистика. Ооо! Горе-творец на первом месте. Смотрите-ка. Нифига себе. Молодцы. Интересно. Рядом ревет революция. Ооо! Извратная маска! Ого-го! О, господи! Вспомнить все! Серьезно? На четвертом? Да как вы это сделали? Час-пик? Да ну. Вот час-пик вообще нет. Дзюна. Ну, кот в сапогах. Окей. Ну, ладно. Зулендер так низко. Вы че, не смотрели сами Зулендера? Смертельная битва 1? Да вы серьезно? Бэтмен? Блядь, диктатор так низко. Да ну, вы офигели просто. Живая мертвящина тоже укатилась. Блядь, любовь и смерть тоже, видимо, не заценили, ребята. Ну, рядом ревет революция. Многим понравилось второе место. А где Дракула? Эммм. Где Дракула? Сейчас, ребят, найду Дракулу. Нет, все-таки он выше, что ли? Выше жажды? Ну, да не может быть сильно низко, конечно. Это же Дракула. А вот, Дракула, десятое место. Десятое место, десятое место, все-таки. Блядь, жмурки, драк... Да, да ну, жмурки обогнали Дракулу. Жмурки обогнали Дракулу? Вы серьезно? Славные парни обогнали Дракулу, вы серьезно? Час-пик, блядь, обогнал Дракулу, вы серьезно? Вспомнить все обогнал Дракулу? Ну, ладно, извратную маску я могу еще вам простить. Это легендарная тоже тема. Вспомнить все, ну, серьезно? Вот вы серьезно? Вот вспомнить все? И Дракула? Вспомнить все против Дракулы, и Дракула проигрывает? Ну, это вы кто-то не смотрел Дракулу, что ли, из наших зрителей? Я не знаю. Может быть, все посмотрели час пик и вспомнить все, но не смотрели Дракулу? Это единственное объяснение. Я просто, я серьезно, я не вижу других возможностей. Рэквиум по мечте, заслуженное 12 место. Окей, хорошо. Вот, блин. Так там не только с расшилкой, это очень красивый фильм. По победам кто первый? Горе-творец. По очкам. Дракула на четвертом, кстати, по очкам. Спасибо большое, Аназан. А Жмурки на третьем. Я бы сказал, что Жмурки не лучший фильм Балабанова. Даже. Хороший, но не лучший. У меня Жмурки всегда позитивно как-то, да? Я позитивно к Балабанову, очень сильно отношусь. К его творчеству. Но Жмурки далеко не лучший фильм Балабанова. Балабанова, блин, Балабанова. Не третье место. Это не третье место. Сто процентов не третье место в списке всех этих гениальных творений. И не... Какое? И не девятое даже. Ну, блин, ну, Дракула. Зулэндер, блин, по сравнению с Жмурками. Титаническая работа. Рэкаем по мечте. Тоже титаническая. Черный Лебедь там где-то внизу валяется. Вот. 52 место. 52 место. Черный Лебедь. Да вы что? Да вы что? Ребята. Ну, у меня он тоже низко, да? На каком месте у меня Черный Лебедь? Он просто рано... Рано вылетел. Рано вылетел Черный Лебедь. И Дюна шестое. Дюна хороший фильм, безусловно. Кот в сапогах 2 лучше, чем Черный Лебедь. Да вы вообще что ли? Я ухожу со стриминга. Вы... Вы плохие зрители. Ладно, все. Останавливаю запись. Субтитры сделал DimaTorzok